Азбука веры Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Азбука веры, буква М. Напомню, это азбука веры полушуточная, и это азбука веры о том, без чего можно в вере обойтись. Например, был уже Ладан, а сейчас буква М. Вот есть такая советская азбука сочинения Владимира Владимировича, и там на букве М меньшевики. Можно обойтись без меньшевиков? Ну, в общем, обходимся уже много десятилетий, всех расстреляли. Хотя, в общем, в нормальной европейской стране меньшевики – это социал-демократы, это, как правило, правящие партии, хорошо правят, хорошо живут, судя по всему. Так или иначе, медитация. Слово не русское и даже латинское, но в церковной лексике очень много и латинских, и греческих слов, не говоря уже о еврейских, или о таких, которые уходят в эпоху неолита, как Аллилуйя, когда еще совсем современных языков не было. Можно ли обойтись без медитации? Да, можно. Можно ли определить, что такое медитация? С этим сложнее, без чего мы можем обойтись. Важно другое. В современной, опять же-таки, Западной Европе, в Америке, ну, теперь немножко в России, слово медитация обозначает некоторые духовные упражнения, которые фактически заменяют молитву. Надо это понимать. Иногда такое мироощущение, для которого медитация необходима, а молитва бессмысленна, потому что Бога нет, называет «Нью Эйдж», «Новая эпоха», то есть эпоха после христианства. Были дикие средневековые люди, верили в Христа, да еще и в Бога Отца и в Дух Святого. Но мы прогрессивные люди, мы садимся и медитируем. Конечно, в церкви есть огромные мощные традиции молитвенного размышления, но молитвенное размышление, на самом деле, здесь существительным является прилагательным. То есть это размышлительная молитва. Бывает такое? Да еще бы. Что тогда медитация? Медитация – это размышление, точнее так, это работа со своим интеллектом, со всем своим существом, работа, позволяющая на чем-то сконцентрироваться и одновременно рассеяться. Такой диалектический процесс и противоречивые немножко состояния, но все хорошие состояния противоречивы, поэтому они живые. Медитация хорошо описана, кстати, просветитесь, заодно в романе Германа Гесса «Игра в бисер». А Герман Гесса – это вам не кот чих, но это лауреат Нобелевской премии. И роман неплохой, вот что интересно. А может быть даже еще важнее, что перевод совершенно замечательный, Сергей Апта. И там начинается он с того, что учитель музыки учит мальчика медитировать в связи с музыкой. И там описан процесс медитации, это на самом деле не так легко. Замечательный пример выбран. Дело в том, что состояние, в которое мы приходим, когда мы слушаем музыку, преимущественно, конечно, лучше что-нибудь скучное-скучное, растянутое-растянутое, что вот на грани сна, ну, какой-нибудь, кого-нибудь из могучей кучки, какой-нибудь садко, то он начнет спать хорошо, но не спать. И вот тогда начинается медитация. Нет, конечно, когда мы слушаем бах и так далее. Но медитация – это не внешние обстоятельства, это внутренние обстоятельства. Тут нужно отсечь себя от внешнего мира, от того, что древние греки называли патусы, страсти, то есть движения. Видите ли, скажем, физиология сравнительно недавно, в 20 веке, обнаружила, что когда мы смотрим, нам кажется, что наш глаз смотрит прямо. Но на самом деле, когда проконтролировали микродвижения глаза, обнаружилось, что глаз постоянно совершает крохотные движения из стороны в сторону. Они такие крохотные, что мы их не замечаем. Но благодаря этому мы смотрим во все стороны, у нас есть боковое зрение и так далее. Это заменяет фасетчатый глаз отчасти. То же самое с мыслью. Как бы сосредоточены мы ни были, но обычно мы еще немножечко рассеяны туда-сюда. В медитации мы сосредотачиваемся целиком, но одновременно мы убираем предмет, на котором сосредоточены. И благодаря этому наша сосредоточенность превращается в некоторые парящие, равномерно парящие состояния. Тут, конечно, еще очень важно, чтобы наши чувства, ну, как говорили в старину, утишились, то есть стали тихими-тихими, чтобы они вообще вот не колыхались. Равновесное такое состояние. Медитацией занимается йоги, в европейском их варианте. Медитацией занимается человек, получивший на руку зарплату, которую хватит примерно на четыре дня. В 89-м году мы такие медитации медитировали, что мало не покажется. Медитацией занимается осел между двух буханок хлеба. Медитацией занимается голодающий, у которого ни одной буханки хлеба, ни одной упаковки овса и так далее. В жизни много невольных медитаций, но это все не то. Волевая медитация, хорошо темперированная медитация, выбрать время, позу, желательно в позу лоциса. Ну, кто не может в позу лоциса, садиться в позу просфора. И медитируем. Почему я говорю об этом с некоторым скепсисом? Святые отцы были не дурее нас. Преподобный Сергий медитировал, размышлял наверняка, он был святой. Но чтобы медитировал, не думаем. Уверен, что нет. Медитация – это практика, которая сложилась сравнительно недавно. Наверное, в античные времена, на рубеже наших эр, во времена Спасителя, что-то подобное практиковалось стоиками, эпикурейцами и так далее, аскетами. Именно тогда и появляется это слово. Вне христианства. Но медитация, как вот сейчас, это, пожалуй, все-таки продукт нового времени. То есть, где-то века с 16-го. И медитация вырастает из молитвенного созерцания. Молитвенное созерцание. Ну, например, где-то в VII-VIII веках в Византии, в Константинополе появился обычай непрестанной молитвы. То есть, весь день сменяют друг друга, монахи молятся, читая псалмы. Может, один монах, в конце концов, бдеть и молитвенно созерцать. На католическом западе, в католической церкви появился обычай вот так вот молитвенно поклоняться святым дарам. Конечно, всякий православный тоже им поклоняется, если знает, что это дарохранительница и так далее. Да, проходя мимо алтаря, православный человек перекрестится, поклонится, потому что здесь совершается литургия. Здесь центр нашей жизни. Спаситель просит его помнить. Тут это таинство совершается, таинство воспоминания. Но все-таки это мимолетно. А вот так вот, наверное, это можно сравнить. Несколько раз мне приходилось читать псалтири над покойником, когда, ну, действительно, все чувства отключаются по разным причинам. Ну, во-первых, потому что ты скорбишь о покойнике, как это вот было, когда мы читали псалтирь над телом убитого отца Александра Мения. Вот. Все были в шоке. Все. Ну, все, кто его любил, все, кто... Ну, а псалтири пришли читать ученики. Вот. Во-вторых, это храм, это в церкви. Ну, даже если и дома. То есть, в какой-то степени такие молитвенные размышления, молитвенные созерцания, оно знакомо и неверующим, я думаю, людям. Но у верующего человека это перед кем-то. В конце концов, мы перед дарами, мы перед Богом, перед иконой, мы перед Богом. Медитация рождается из такой практики, но Бог при этом как бы удаляется. Он подождет. Он подождет. Он на Голгофе давно ждет. Есть что-то плохое в медитации? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Все лучше, чем пить пиво или предаваться пороку. Порок. Делать ставку, однако, на медитацию, что медитация заменит неверующему человеку, Бога, любовь, духовную жизнь, это опасно. Это игра с огнем. Огонь – это не медитация, огонь – это мы. Мы с собой играем. Мы играем с собой в духовную жизнь. И медитация медитации до первого банкротства банка, в котором наше сбережение. До первого беженца, который придет к нам, постучится в дверь и скажет, у меня жена на сносях, а в гостинице нету мест, можно у вас переночевать? Маша, иди сюда. Добрый человек согласился. И тут уже не до медитации. Точно так же медитация, конечно, помогает душевному покою, восстановить психику и так далее, и тому подобное. Это нечто вроде капельницы. И я бы сказал, что это нечто бездумное, поэтому, может быть, образованный человек побаивается медитации, в то же время именно образованные люди изобрели медитацию и особенно усердно медитируют. Им помогает это уравновесить интеллектуальную работу, которую я вас заверяю. Это работа. Это довольно тяжелый труд, очень тяжелый труд. И не очень хорошо оплачиваемый. Нобелевских премий мало, а интеллектуалов много. Так что без медитации можно обойтись. Не обязательно. Можно и с медитацией. Главное – соблюдать пропорции. То есть на одну медитацию три молитвы. На одну молитву одна десятая медитации. Проблема-то в том, что когда мы молимся, мы все время переходим в медитативное состояние. И это неправильно. Это не грех, но мы должны это за собой понимать. Мы от диалога переходим в монолог. А собеседник нам что-то говорит и ждет нашего ответа. Опаньки! Этим и созерцание отличается от медитации. Созерцание в медитации все внешнее и все внутреннее упраздняется. А в созерцании появляется Бог. Невидимый. Но мы это созерцаем. Так что с медитацией поосторожнее. И с молитвой тоже. Но с другой стороны, ну, в общем, молитесь. А медитируйте когда захотите. Когда будет свободное от молитвы время. Это был Яков Кротов. Всего доброго! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok